Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 15 ноября, Православная Церковь совершает память преподобного Маркиана Кирского-Киренийского. Преподобный Маркиан жил в конце IV века и происходил из области Кира в Сирии. Он оставил Отечество и знатное семейство и скрылся в Халхидской пустыне. Подвижник построил себе столь тесную хижину, что едва в ней помещался. Там он жил в затворе, без какой-либо связи с внешним миром, пребывая в непрестанном общении с Богом. Маркиан чередовал молитву и псалмопение, вновь возвращался к молитве, время от времени прерывая ее, чтобы обратиться к чтению Священного Писания. Таким образом, он непрестанно напитывался многоразличной сладостью божественного присутствия. Вечером он принимал в пищу около 80 граммов сухого хлеба, то есть вкушал столько, сколько едва достало бы для малого ребенка. Святой строго держался такого распорядка. Всегда испытывать голод и жажду, разрешая своему телу принимать лишь то, что было необходимо, дабы не умереть. Он предпочитал такой ежедневный порядок многодневным постам, завершающимся насыщением желудка, которое делало тело неспособным к бдению и молитве. По прошествии некоторого времени к Маркиану присоединились два ученика, Евсевий, который позднее унаследовал келью, преподобного Маркиана и Агапит, которому было суждено принести основы ангельской жизни в область Апамии. Каждый из них жил в отдельной хижине, однако они собирались для совместной молитвы, псалмопения и чтения Священного Писания. Помимо этого, Маркиан устроил еще одну келью для тех, кто желал быть с ними некоторое время и получить от него через Евсевия наставление. Сам же святой Маркиан оставался в затворе и созерцании. Как-то ночью, движимый любопытством, в Евсевий тихо подошел келья старца и посмотрел в окно. Он увидел, что Маркиан окружен небесным светом, столь ярким, что можно было читать Священное Писание, которое он держал открытым рядом с собой. В другой раз Маркиан крестным знамением и дуновением остановил громадного зверя, который мчался на него. Хотя, боясь тщеславия, он всеми возможными способами пытался скрыть неспосланную ему великую благодать Божию, слава о нем распространилась далеко за пределы пустыни. Однажды Маркиана посетил архиепископ Антиохийский Флавиан вместе с другими иерархами и чиновниками, чтобы получить наставление подвижника. Святой старец долго стоял перед ними молча. Когда же они настойчиво потребовали от него назидательного слова, он из уважения к высокопоставленным людям сказал «Бог всей Вселенной ежедневно говорит с нами посредством Своего творения и обращается к нам через Священное Писание. Он научает нас нашим обязанностям, учит тому, что нам благопотребно, устрашает угрозами, воодушевляет обещаниями. И тем не менее мы от этого не получаем никакой пользы. Как же вам могут быть полезны речи Маркиана, который, как и все, презирает эти благодеяния Божие и не ищет тех плодов, которых милости Господне позволяют достичь?» Знаменитый в то время подвижник Авид однажды посетил его, будучи привлечен молвой о добродетелях преподобного. После того, как они вместе прочитали девятый час, святой приказал ученику приготовить немного овощей в честь гостя. Авид возмутился, утверждая, что он никогда не ел до наступления вечера. Маркиан ответил, что и он также предпочитает пост удовлетворению нужд бренного тела, но перед Богом братолюбие выше поста, ибо сам Бог дал заповедь о любви, а подвижничество зависит лишь от нашего собственного произволения. Старец с замечательным рассуждением умел разрешать в подобных случаях вопрос о том, когда время для поста, а когда время для дел братолюбия. Своими словами, а особенно примером евангельской жизни, преподобный Маркиан способствовал утверждению православной веры, противостоя еретикам, которые нападали на таинство святой Троицы или предавались крайностям подвижничества, как, например, месцелиане. Он также способствовал упорядованию церковных обычаев, касающихся соблюдения святых канонов, в частности, утверждению единой даты празднования Пасхи. Когда сестра Маркиана пришла к нему со своим сыном, он отказался ее принять, но с радостью встретился с племянником. Мальчик настаивал на том, чтобы Маркиан принял многочисленное снедие, принесенное ему в подарок. Тогда старец спросил, сколько монастырей он вместе с матерью прошел перед тем, как достичь его жилища, и оставили ли они там что-либо. Ребенок отвечал, что они все сохранили, чтобы преподнести Маркиану. «Возвращайтесь туда, откуда пришли. Даже если бы я нуждался в них, я бы их не принял, ибо вы принесли их, движимое человеческой привязанностью, а не стремлением угодить Богу», ответил святой. Слава о Маркиане была столь велика, что еще при жизни подвижника несколько благочестивых почитателей построили в его честь часовни, надеясь, что после кончины святого они смогут положить в них для почитания его тела. Старец узнал об этом и заставил ученика Евсевия принести самые великие клятвы, что он похоронит его в недоступном месте в пустыне и никому не откроет место погребения. После этого преподобный Маркиан почил о Господе и вознесся к ангельским воинствам, которым он столь успешно подражал на земле. Это произошло до 390 года. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых мучеников Акиндина, Пегасия, Афония, Елпидифора, Анимпадиста и Ижи с ними, священномучеников Константина Юрганова и Анании Аристова-Пресвитеров. Совершается празднование иконей Божией Матери Адегитрия Шуйска. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето!